Так, прогулки по саду продолжаются. Вот оттуда мы пришли. Вот от той Аленушки. Собирать я не стал. Это я готовлю угощение для внуков, которые приехали кто откуда. Выбираю самый роскошный. Значит, розмарин. Неизвестный сорт, до сих пор неизвестный. Снова розмарин. Как так бывает? В одних руках у Железова старшего вот такой. У Железова Сергея вот такой. Тоже вроде розмарин. Это вообще черт не знает. Вот. А это, сами понимаете, память Яковлева. И это память Яковлева. А сейчас мы находимся возле Квинти. Это моя гордость. Это высшая лига. Вот. Ну, уже сами понимаете. Его время отходит. Это летний сорт. Вот. А я же подошел, чтобы детей угощать. Падунку я больше не собираю. Но вдруг гости. Вот уже последние на дереве. Угощить их. Поэтому вот это вот внукам. Тоже пойдет. Пойдем дальше. И вы знаете, где мы находимся? Это одновременно и питомник, и маточный сад. Вот они ветки. Эти ветки будут взяты. Все срезаны. Это дерево маточное. Значит, долго ему не жить. Все несколько лет умрет. Представляете, все эти ветки будут отрезаны на прививку и на продажу. Вот. А стоит оно того? Как вам сказать? В этом году такие мелкие, а стыдно показывать. Обычно в два раза крупнее. Ну, так бывает. Вот. Да и более крупные уже собрали. Гостей вожу. Мне иначе нельзя. Иначе славу не заработаешь. Лучшего сада и лучшего питомника в России. Вы поверите, что вот этим деревьям, деревьям называю, саженцы. Они привиты в этом году. Смотрите. Вот. Это мой рост. Это выше моего роста. Они привиты в этом году. Еще год. И мы их... Страшно говорить, что с ними происходит, если не продать. Продавать дешево не получается. Вы знаете, почему продают по 100-200 рублей саженцы, питомники? Потому что они их не вращают. У них нет ни одного дерева. Они сами не пробовали ни одной груши. Вы знаете, когда делают это... Я вам показывал не раз этот пример. Когда они специально, подчеркиваю, специально берут и фотографии, и даже пишут абрикос, и название у них есть, а на фотографии персик. Это значит, что они персика от абрикоса не отличают. Вот. Ну, вот, пожалуйста, кандиль белоснежный. Эти тоже. Они уже упали. Вот. Ну, вот такие мы не будем собирать. Давайте с дерева все-таки. Тогда хитро надо выбрать самое спелое. Посмотрите. Вот. Это один из самых вкусных сортов. Вот. Видите. Кандиль белоснежный. Вот. Это вот. Тоже детям для своих собираю. Для своих внуков. Иногда можно и поднять. Смотрите, какой красавец упал. Видимо, сегодня. Вчера их все не было. Вчера мы тоже собирали. Вот. Вот этот можно поднять. Ничего. Некоторые обрезгуют земли. Вот, смотрите, какая красота. Половина земли собрана. Ну, что. Еще не полный. Еще не полный. Так, где-то. Еще бы. Ладно. Там еще будут яблони и груши. Рассветали яблони и груши. Поплыли туманы. Академик. Академик. Ё-моё. Какие красавцы. Это. Один год росли по двое. И на второй год они были привиты. И вот им исполнилось. Ну, апрель, май, юрь, август. 4-5 месяцев. Представляете? Это высшее качество. Потому что у них 100% совместимость. Посмотрите на эти листья. Красоты необыкновенные. Они абсолютно здоровые. Посмотрите. На них нет тлей. Быть не может. На них нет дырок. Почему? Так. Мы вынуждены протяпывать. Но здесь достаточное количество муравьев. Почему? Видите? Вот эти дорожки. Просто они... Сергей идет и... Вдоль. Скашиваются. Это значит, что все-таки муравьев сильно не тревожим. Вот. В результате. Вот он результат. Редкий случай, когда какая-нибудь дырочка появляется. Редчайший случай. Все. Благодарю за внимание. Я пошел дальше собирать. Вообще, мне некогда лясо точить. Работать надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...